Кстати, можете посмотреть, видите, весь город у нас ездит с наклеечками. Мой город не помойка. Наш полигон, который работает с 1992 года, он рассчитан на город Коломну и на район. И по сути, в общем-то, он отрабатывал последние годы, должен был быть закрыт и рекультивирован. Но вот с этой ситуации, как бы на него начали массово свозить этот мусор. Естественно, что проектные мощности его не позволяют принимать такой объем. Ну все эти суды, в общем, их выигрывали, но они приводили только к штрафным санкциям. Ну 30-50 тысяч рублей штраф для управляющей организации, в общем, не такой большой. И накануне вот этого стихийного протеста, который возник у нас, да, и когда люди вышли на дорогу, видимо, был какой-то тоже выброс этого свалочного газа, но воняло очень сильно. Признаки отравления, тошнота, там у кого-то даже рвота, головные боли. Что нам обещают? Нам обещают, что полигон будет рекультивирован и закрыт к концу 2019 года. Но сейчас мы уже имеем тут, в общем, все признаки экологической катастрофы, которая вредит жизни людей, да. А через два года это будет, ну, наверное, Волоколамска может быть еще и хуже, да. Потому что вот сейчас высота этой свалки там примерно 20 метров. Естественно, люди не хотят жить в условиях экологической катастрофы, и поэтому выходят на улицы. Вот сейчас мы с вами подъезжаем, собственно говоря, к месту событий. Вот стоит машина. Сегодня людей не очень много, но, в общем, достаточно тяжелый был вчерашний день. Плюс сейчас все еще на работе. Обычно такой приток вечером бывает людей. Вот сегодня у нас пятые сутки протестных акций. Люди, вот полицейские, все как бы тихо, спокойно, все просто стоят. Это было воскресенье с 10 часов утра. Прекратили просто заезд московских машин с мусором, и все. Нам больше-то ничего не нужно, чтобы иногородние машины с мусором не ходили. Потому что я живу здесь. У меня отец еще мой дом строил. И вот эта свалка, она с 90-го года где-то там, ну, может быть, пораньше. Никто не знал, что у нас здесь есть, когда она обслуживала наш округ и колон. Никто не знал, там все грибы собирали. Нам ОМОН пригнали и начали оттеснять, разгонять. Ну, правда, надо отдать должное и ребятам с ОМОНами. Они не применяли ничего. Тихо, спокойно. Когда оттеснили, ну, мы здесь остались. До Калужской области почти Клин новую Москву строить, правильно? Универсальный, ну, если они хотят здесь завод перерабатывающий ставить, универсальный, как они говорят. Почему он не может там себе поставить? В километре люди живут. Ну, как это? Не, а с дороги в июне месяце просто видна была вот такая тоненькая полосочка. Это сколько нам надо было скалом навозить, чтобы такая гора была? Лет 10? Да. А это нас за полгода Москва навозила. Страшно от того, что как нам жить здесь. Это вот сейчас зима, запах. А вы представляете, что сейчас летом будет, когда 30 градусов будет жары. Сейчас все растает снег, все это пойдет в Аку. Ака в Волгу. Здесь буквально для реки, здесь Коломенко рядом. Представляете, что это будет? Это будет катастрофа. Это будет экологическая катастрофа. По ощущениям общения с обществом, да, очень многие люди готовы к раздельному сбору. И с удовольствием бы его использовали в своей жизни повседневной, да. Это уже никого не напрягать. У меня двое детей. Младшему 7 месяцев. И живу я рядом со свалкой. А для того, чтобы я переезжала в свой дом, на свой земельный там участок, именно с той целью, чтобы мои дети жили на чистом, свежем воздухе, имели возможность там гулять, играть и все остальное. Поэтому самая главная мотивация, это, конечно, в первую очередь дети. Я думаю, не у меня одной, а у всех, кто здесь живет. Ну, просто очень хочется быть человеком и жить в человеческих условиях. Мне кажется, это нормальное желание. Спасибо. Спасибо.